Здравствуйте, дорогие друзья! Накопили мы для вас новостей и сейчас будем их рассказывать. Начнем с Бразилии. С 29 апреля на канале Глоба в 7 часов вечера стартовала новая теленовелла в жанре молодежной романтической мелодрамы «Благородная кровь». Трое главных героев этой истории Амура Бента и Фабиньо росли вместе в сиротском приюте Сан-Паулы. Позже их пути расходятся, но спустя много лет им суждено встретиться вновь. Бента еще младенцем был брошен на автобусной станции, откуда его доставили в детский приют. В этот же приют спустя несколько лет попадает Амура, выросшая на улице босоногая заморажка. Бента с первых дней знакомства опекала и защищала Амуру, и между ними завязалась крепкая дружба. Фабиньо Уберто Карал амбициозный, агрессивный и скрытный, завидовал обаянию и популярности Бента и при всяком удобном случае старался задеть его побольнее. Марго официантка из провинции усыновляет Фабиньо и старается дать мальчику максимум любви и заботы, но он никогда не был благодарен приемной матери. Фабиньо считает, что мир должен ему и готов на все, чтобы добиться власти и богатства. Известная актриса, гламурная светская левица Барбара Элен Жуляга удочеряет Амуру и оказывает сильное влияние на девочку. Спустя годы Амура – популярная телеведущая и пример для подражания многих молодых бразильянок. Амура – невеста Мауриси, Жайма Матарация, плейбой из светской элиты Сан-Пау. Девушка не подозревает, что ее сводная сестра Малу Фернандо Восконселос давно влюблена в Маурисио. Малу – родная дочь Барбары, но по своим интересам она совершенно далека от мира гламура и роскоши. Малу выбирает для себя работу с проблемными продростками из неблагополучных семей. Ну а Бентом Марко Пегуси – скромный флорист, владелец маленькой фирмы по ландшафтному дизайну и продаже цветов. Его партнерша по бизнесу, подруга детства Джанны – Изабель Дрюмонт, тамбой – девчонка-сорванец, обожающая футбол. Она тайно влюблена в Бента и постепенно меняет облик на более женственный, в надежде покорить его сердце. Жизнь всех героев идет своим чередом, пока в один из дней на пороге дома Бента не появляется Малу. Эти двое быстро становятся друзьями, а вскоре Малу понимает, что намного милее ей обаятельный цветовод. Амура поначалу совсем не рада появлению Бента. Для нее этот парень как напоминание о ее печальном прошлом голодной уличной девчонке, но со временем ее отношение меняется. А тут и Фабини приезжает в Сан-Паулу, чтобы встретиться со своими биологическими родителями и потребовать компенсацию за несчастливое детство. Молодые звезды Глобус Софи Шарлот и Марко Пегоси уже играли влюбленных в теленовелле «Изысканная гравюра». Софи там Амалия, играет дочь главной героини Гризельды, а Марко Пегоси играет ее бойфренд Рафайли. Их дуэт так понравился зрителям, что на этот раз продюсеры Глоба решили сделать Софи и Марко главной романтической пары новеллы. В основном составе «Благородной крови» также Летисия Сабателла, Режианна Алвес и Елен Рошем. Ну а теперь переходим к последним новостям с остальных съемочных площадок Латинской Америки и Соединенных Штатов. Дженнифер Лопес снимает совместный клип с Питбуллин. До определенного момента все было отлично, пока некий журналист, который брал у Джелло интервью, не заявил, что слышал звуки выстрелов. Кто-то обстрелял Диву из Бронкса. Интересно, почутилось или пропиарилось. Склоняемся, конечно, к последнему, тем более, что кроме глазастого журналиста никто ничего не видел. Или притворился, что не видел. Алисия Мачадо снимается в Колумбии в новелле «Ла препагога», где играет роль мадам, организовавшая бордель мирового уровня. Сразу верим, роль как раз для нее. Все было бы хорошо, но у Алисии есть проблемка. Маленькая, но неприятная. Не умеет она работать без суфлера. Как известно, мексиканские актеры роли наизусть не учат, а повторяют тексты за голосом в наушниках. А в Колумбии это не принято, поэтому режиссер проявляет глубочайшее неудовольствие по этому поводу. А пресса полна критических замечаний. Пишут, что Алисия не только капризна и взбалмошна, но и непрофессиональна. Ломает темп съемок, тормозит процесс, а время, как известно, деньги. В других ролях Ампара Грисалис, Мишель Браун, Джонатан Ислас. Марио Семаро начнет в июле съемки в американском фильме «Зетс Викис». Производит этот проект та же компания, которая сняла черного русского, где у Марио была маленькая роль Доминика. Марио играет таинственного и ужасного хозяина года, в котором происходят странные события. Съемки будут происходить в Гондурасе. Одну из главных ролей исполняет Сильвана Орес. Также в ролях Мелани Беннетт и голливудский актер Дэниэль Сакап. Интересно, что продюсер фильма рассказал, что Марио обсуждает свое участие в дальнейших проектах вышеуказанной компании. Не есть ли это намек, что парень завязал с новеллами? Было бы жаль. Но поскольку такие зубры, как Марио, не спешат сниматься в новеллах, то телекомпании снимают, кого придется. Келимунда подписала контракт с Аароном Диосом. Он будет играть главную роль в новелле «Санта Диабло» в паре с Габи и Спиной. Антагонисткой будет Химена Дукин. Ну-ну. Аарон, конечно, мужчина видный, но не химический ни в каком месте. Он все больше собой любуется, чем партнершины. Так что придется Габи самостоятельно убеждать зрителей в присутствии всепоглощающей страсти. Продолжается сеанс парапсихологии в исполнении пары психов новелли «Дама и рабочие». Хосе Луис Ресендес и Фабиан Риос – попугайчики-неразлучники Телемунда. Опять будут болтаться полгода на голубых экранах Америки, иллюстрируя известные стихи «Огни и бортом». Мы с Тамарой ходим парой, санитаром мы с Тамарой. Интересно, а на чем жижнется такая любовь к этой парочке у Телемундовского начальства? Ведь больших денег они компании не принесли, особой любовью зрителей тоже как бы не пользуются. Но есть, конечно, варианты. Кто-то пытается использовать их на все деньги, чтобы из центра из заплаченного гонорара не пропало. Короче говоря, работайте негры. Солнце еще высоко. А второй вариант мы озвучивать не будем, просто проиллюстрируем. И заметьте, мы этого не говорили. Афеминой, которая таки посеет между парнями рознь, будет Анна Лаевская. Дева тоже не вылазит из Телемундовских наверх. Но даст бог сыграть свою первую роль в Штатах и не завалится с треском. Большое разочарование ожидает телевизу. Мало того, что там все меньше и меньше приличных актеров, с актрисами тоже напряженка. Марджери Дассоуса, которая была любимой героиней миллионов в новелле Амурос Вардадерос, получила очень выгодное предложение от Ацтеки. Посмотрим, согласится ли она. Поговаривают, что Карла Эстраде хочет ее в свой новый проект. Но когда этот проект будет, никто не знает. Марджери совершила еще один прорыв на мексиканскую сцену. Именно она заменит Араселе Арамбулу в спектакле «Запах гордыни». Просчиталась лачули. Надо уменьшать запросы. Вместе с Марджери в спектакле дебютирует Мариана Сианна. Еще одна захватывающая театральная история случилась в Мексике после ухода Нинель Кондо из спектакля «Авантюрера». На ее место утвердили Сюзанну Гонсалес. Но она неожиданно заболела очень сильным бронхитом и не смогла работать в интерпризе. Продюсер Кармен Саленос принялась лихорадочно искать замену и сделала предложение Марлене Фавеле. Та была согласилась, но потом передумала. И теперь Кармен Сита поливает ее помоями при первом удобном случае. В итоге «Авантюрерой» стала кубинка Малинали Марин. А что, справная девчина. А если еще поет, так цены ей нет. Хотя, если уж Кондо справлялась, то Малинали справится наверняка. Ну и последняя новость на сегодня. Самый богатый человек в мире – мексиканец Карлос Слин. Задумал открыть свой собственный телевизионный канал и уже начал делать интересные предложения разным продюсерам и актерам. Наверняка известны несколько имен. Валентин Пинштейн, Хосе Альберто Кастро, Вероника Кастро. Ну что, телевизор рискует потерять свои особые положения. Уж чего-чего, а денег у Слима как грязи. Да, и судя по набору приглашенных, он не боится творческих капризов своих будущих работников. А на сегодня все. До следующих встреч. Будет интересно. Продолжение следует...